Это не незаконный взлом, а демонтаж самовольно установленных боксов. Каждый год городская администрация избавляется от нескольких сотен металлических гаражей и нестационарных торговых объектов. Эти постройки, согласно новому законодательству времени, установлены не по правилам. Сегодня начат принудительный процесс. Подрядная организация в присутствии сотрудников управления администрации технического контроля администрации города Ульяновска, сотрудников полиции, то есть производят демонтаж самовольно установленных гаражей. То есть, как мы видим, они все давно уже не используются, перед ними выросли деревья. Сотрудники правоохранительных органов фиксируют на фото или видео то, что долгие годы складировалось в гараже, начиная досками, заканчивая советской техникой, которая зачастую уже не на ходу. По словам администрации, в металлических боксах редко встречается что-то нужное и современное. Но для каждого ценность вещей своя, поэтому все, что находится внутри, не отправляется на свалку. Имущество перекочевывает к подрядчику на склады на бессрочное хранение вместе с гаражами, точнее то, что от них остается после сноса. В отличие от вещей, металлические листы имеют срок хранения, обычно до трех месяцев. Все это можно вернуть себе обратно. При предъявлении права устанавливающих документов могут люди обращаться на Льва Толстого, 48, управление административно-технического контроля. То есть оплатив расходы муниципалитета на демонтаж, перевозку, транспортировку и хранение. Поэтому выгоднее убрать самому. Так сделали 14 владельцев незаконных боксов на улице Кузоватовской возле дома номер 46. Поэтому вместо 34 здесь демонтируют 20 оставшихся гаражей. Прежде чем приступить к разборке, собственников самовольных построек информируют через объявления и публикации в СМИ. О том, что гаражи на Кузоватовской подлежат сносу, со слов администрации, предупреждали еще с 2019 года. С точной даты определились три недели назад. Но некоторые считают, демонтаж незаконная процедура. 78-летний Владимир Дмитриевич, по его словам, собственно, одного из таких гаражей. Пенсионер уверяет, эти постройки – подарок Ульяновскому механического завода со времен СССР. За свой гараж он в 40 лет платил 290 рублей ежегодно. За землю платили? Платили и так далее. А теперь что? А вы пользуетесь этим гаражом? А? Вы пользуетесь этим гаражом? А что у вас там хранится? В каких целях? Рыбацкий у меня там, охотничий, машина стоит. Я вот пришел сюда, сел и поехал, и все, да? Ну, то есть, получается, вот если сейчас его демонтируют, то некуда, да? Вот власти свои складываются? Нет, нет. Нам никто не предложил, в общем-то, куда-то их перенести и так далее. Помимо гаражей на Кузоватовской, в ближайшие дни исчезнут нестационарные торговые объекты на улицах Камышинская, Рябикова и Самарская. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.